Здравствуйте, в эфире телеканал ЭТОН-ТВ, программа «Тема дня». Я ее ведущий Александр Гурарье. Прокуратура объявила о том, что она готова предъявить обвинительное заключение участникам так называемого дела компании «Нативе Айлона». Это компания, которая занимается строительством дорог в Израиле. Причем очень серьезное обвинение, кроме коррупции, взяточества, рэкет. В общем, какие-то страшные обвинения. Мы решили побеседовать на эту тему с адвокатом Григорием Курзинером. Здравствуйте, Григорий. Добрый вечер. То, что я сказал, рэкет, взяточество, помехи следствия, какой-то детективный сериал. Но давайте начнем с того, что то подразделение, которое ведет расследование, вело точнее расследование, это одно из самых элитных подразделений израильской полиции. Это так называемое подразделение 433, которое занимается особо опасным преступлением международного класса. Если хотите, я бы назвал это подразделение израильским FBI. Звучит громко, но это действительно их дела, они международной преступностью занимаются, и организованной тоже. У меня вызывает, конечно, улыбку все эти обвинения. Но, к сожалению, мы уже не первый раз сталкиваемся с тем, что вот такие громкие заголовки, такие громкие заявления полиции, а потом как бы гора родила мышь. Совершенно верно. Вы правильно сейчас сделали серьезнейшее замечание, я полностью солидарен с вами, что мы всегда слышим это, когда выходит полиция через своих, так сказать, представителей в текстуре, я имею в виду в средствах массовой информации, то мы слышим... Абсолютно. Мы с вами видим какие-то такие преступления, которые... Преступление века. Каждое преступление, оно преступление века. Если там где-то была какая-то маленькая приписка, которую нашли, то это тоже преступление века. Это уже там кража денег из казны государства на миллионы, на миллиарды и так далее. Давайте к этому относиться взвешенно. Вот когда родится обвинительное заключение, я тогда люблю разговаривать. И то обвинительное заключение, как правило, имеет тенденцию всегда быть завышенным. Ну, чтобы не ставить место для торговли. Ну, конечно, приукрашенным. Для того, чтобы ввести в заблуждение ту же защиту и немножко надавить на того обвиняемого, подозреваемого. Напугать защитника. Абсолютно. Вас, пожалуй, напугают. Да, нас уже напугают. За столько лет мы уже все это видели. Мы давно это проходили. И давно это забыли. И давно это уже все знаем, как это все выглядит. Я вас уверяю, что все эти разговоры о том, что вот этот перечень, с которого вы начали сегодняшнюю передачу, он будет гораздо короче, гораздо мягче, что ли, если хотите, гораздо реальней. На сегодняшний день это явно вымышлено. Ну, давайте говорить так, серьезнейшая компания по строительству и содержанию дорог в Израиле. Ну, это преступный синдикат. Ну, давайте говорить откровенно. Ну, это так. Агрегорий, ну, первое, нас, прежде всего, это еще заинтересовало тем, я думаю, что многих наших зрителей. Дело в том, что генеральным директором этой компании до недавнего времени был небезызвестный Алекс Вижницер. Это человек, который, так сказать, алии 90-х, который достиг очень высоких результатов. Он работал на крупнейших государственных должностях, именно вот как хозяйственник. И считается очень хорошим управляющим, так сказать, таким профессиональным менеджером. Профессиональный топ-менеджер. Да, он работал в разных компаниях. И вот его обвинение, именно против него обвинение как раз вот и в рэкете, и во взятках, и так далее. Есть ли, на ваш взгляд, здесь... Простите, я хочу вас поправить. Уважаемый коллега, я хочу вас поправить. Все речь идет о том, что это только подозрение. Вот когда родится этот документ, который называется обвинительное заключение, и ляжет на стол судьи, и будет вручен обвиняемого, тогда мы будем говорить, что вот его обвиняют, и так далее, и тому подобное. На сегодняшний день есть намерение у полиции или у прокуратуры, прокуратура обвиняемый, обвинительный орган, подать такое обвинение. Давайте, они будут читать материалы, они будут читать, это действительно критические эти материалы, они будут смотреть, а в каком виде это дело пройдет в суде, а какие шансы на то, что оно не развалится в самом начале, или в среде, или даже в конце. То есть, там есть много факторов, которые поменяют полярно взгляд той же прокуратуры на то, о чем мы сейчас с вами говорим. Григорий, вопрос тогда немножко, так сказать, с другой стороны я попытаюсь зайти к этому делу. Опять-таки, вышеупомянутый Алекс Вижницер, он известен, так сказать, и он никогда этого не скрывал, своими достаточно близкими отношениями с нынешним министром обороны Виктором Либерманом, он много лет работал с ним вместе и так далее. Может ли быть, что вот такие громкие заявления, учитывая, что он был генеральным директором этой компании, связаны с тем, что как бы не за горами выборы, и вот начинает уже потихонечку вот эта возня, мы помним, как обычно перед выборами выкладываются на стол... Перед назначениями, вы помните? Да, 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 выкладываются на стол такие очень громкие дела, а потом эти дела... Вы меня сюда приглашали, вы помните, о чем был разговор? Я вам говорил, что на это никакого основания, это просто очередной слив дезинформации для того, чтобы как-то дискредитировать вообще русскую аллею, русскую улицу, мы знаем об этом. Так здесь тоже, на ваш взгляд, есть элемент вот такой... Я допускаю, что это вполне... Политической окраски. Да, если хотите, я допускаю. Давайте говорить так, ну не за горами, уважаемый господин Мизрахи, сегодняшний Хаврак Нессет, я уже не помню в какой он партии, в одной из партий, но не в наш дом Израиль, это человек, который когда-то кричал, что русская мафия в Израиле, русские идут, спасайтесь, кто может. Он, как стал стать членом парламента Кнесета, возглавлял израильскую полицию, точнее, следственный отдел израильской полиции. И какой, который называется Яхбаль, это то подразделение, которое особо тяжкими и международными. То есть, это именно то подразделение, которое сегодня расследует это преступление, о котором мы с вами говорим, этот скандал с этой компанией, это же подразделение расследует его. Это подразделение всегда было таким помпезным в планах своих. Они всегда вели следствие, год могли вести следствие, тайное, тратилась уйма денег, это надо было оправдать перед налогоплательщиком. Дело Либермана вели, если не ошибаюсь, лет 20? 11 лет, да, я тогда сказал. Они постоянно ездили в какие-то командировки, то они в Соединенные Штаты, то в Россию, то в Европу. Они все время там собирали какой-то материал, ничего не собрали. Я вам говорю, я тогда просил, покажите мне хоть одно дело в Израиле, уголовное, которое велось 10 лет, ни одного. Как удавалось этим господам получать деньги на это, до сих пор остается тайной. И поэтому, и сегодня, вы думаете, что-то поменялось, это подразделение продолжает получать деньги от государства, ездят в командировки туда, куда посчитают нужным. Разумеется, они это обосновывают, потом делают громкие заявления, а в итоге, как вы сказали, что эта гора рожает мышь. И в итоге эти дела либо не доходят до сюда, либо не разваливаются. И то же самое мы видели в отношении премьер-министра, и в отношении его семьи и супруги. То есть, ну, мы доходим иногда до, в буквальном смысле слова, до маразма в нашем уголовном законодательстве. Я буквально вчера разговаривал с представителем комиссии, адвокатской комиссии по уголовному законодательству и просил его срочно собрать совещание по этому поводу, потому что есть много, что сказать. Мы должны выйти в КНС с серьезнейшими изменениями в области законодательства, включая следствие, где обязан присутствовать адвокат во время первых допросов в полиции, потому что мы так никуда не придем. Я вернулся буквально на прошлой неделе из Москвы, где был на конференции по этому поводу. Это была международная конференция. Я встречался с адвокатами из разных стран, было из 60 стран представительства. У нас было трое из Израиля. И я получил, если простите, если можно так выразиться, информационный шок. Уже вся Европа, включая даже ту же Россию, использует закон, где адвокат начинает присутствовать, помогая подозреваемому с первых дней его пребывания в полиции. Первый допрос, он в присутствии адвоката проводится. Первых дней или с первых часов? Первых часов. Это значит, что человека допрашивают интеллигентно, на него не давят, он разговаривает в свободной форме. Да, это многочасовые заседания. Да, у адвоката есть определенные права делать замечания и так далее. Он не может стревать или отвечать вместо своего клиента. Но это очень серьезный шаг вперед, в шаг демократизации всей полицейской работы. Послушайте, мы дошли до, на мой взгляд, в плане полицейских расследований, мы дошли до предела, процессуального предела. Так больше жить нельзя. Это вот говорит все, что все дела, которые вы сегодня видите, они просто кричат, что так больше жить нельзя. Сегодняшний день, я вернулся сегодня тоже из суда, был сегодня на определении ареста подозреваемых. Послушайте, вся документация секретна. Только судья видит бумаги, только судья получает ответы. Извините меня, какая же я сторона в деле, если только судья получает ответы? То есть как же состязательность процесса? Даже на этом этапе, я понимаю, что часть документов, они еще сырые, часть документов в разработке, я тоже это понимаю. Но извините меня, а как в европейских странах, в той же Бельгии, полицейский может предоставить досье адвокату, по его допросам, его клиента, за 24 часа до выступления в суде. Но это уже совершенно другое. Там же, там же, там отсутствуют те процессуальные недостатки, которые есть у нас сплошь и рядом. Постоянно. Полицейские на допросах, которые длятся по 8-9 часов, они меняются каждые 2 часа. Человек под следствием сидит 8-9 часов на следствии. Да, ему дают попить, да, он выходит в туалет. Так что адвокат будет с ним вот 10 часов сидеть? Да, если нужно будет сидеть. А вы знаете, что их... Нет, я просто пытаюсь в уме посчитать гонорар. Ладно, не пытайтесь, вы ошибетесь. Я понимаю. Да, я просто хочу другое сказать. Не будет 10-часовых допросов. Нет смысла. Эти 10-часовые допросы направлены лишь на давление. На давление и на получение от царицы доказательств. Совершенно верно. Признание. Именно вы абсолютно верно... Так, в Израиле, по-моему, все основные, так сказать, суды громкие, они построены только на признание. Так вот... Нет признания, значит нет ничего. Так вот, если мы говорим о демократизации, при мне, я практикую в Израиле больше 28 лет, и при мне, извинили, здесь закон, при мне этот закон стал... Я принимал, ваш покорный слуга тоже принимал участие в этом, когда первый арест был 72 часа. Где это все? Это все в прошлом. Это демократизация. Сегодня первый арест без суда, это 24 часа. А ведь раньше это было 72 часа, трое суток. Человек не мог прийти к суде и сказать ничего, а к адвокату не мог ничего прийти и сказать. Его допрашивали. Вы видите, вы сделали... За 7-8 часа можно было рассказать? Конечно. Три-3 суток можно было признаться в убийстве Арлазорова тоже. Поэтому на сегодняшний день, я считаю, что да, есть шаги, очень серьезные, но все-таки мы не догоняем Европу. Мы далеко от нее отстали. Ну, я надеюсь, что, возвращаясь к этому делу, что мы скоро узнаем, по крайней мере, ну, если не всю правду, правду, конечно, мы узнаем только на суде, если вообще дойдет до суда. И в самом конце. Если дойдет до суда. Да. Но, по крайней мере, мы узнаем, в чем непосредственно их обвиняют. Не по сливам, не вбросам, а по конкретным документам, Не по сенсациям, не по сенсационным заявлениям полиции, их представителя, а именно по фактам, которые будут предъявлены суду для разбирательства. Спасибо, дорогие друзья. И вам тоже. Мы беседовали с адвокатом Григорием Курзинером. Программа «Тема дня». Всего доброго.